Спасибо, что не обмололи наши ожидания, потому что господин Голубушкин нам обещал в конце июля выйти и рассказать о каких-то промежуточных этапах шестой волны мобилизации. Ну и вместе с тем ситуация обострилась в городе, и ее поднимают, жалуются не только те, которые мобилизируются, но и журналисты активно реагируют на то, что происходит. Поэтому мы очень просим Владимира Новикова, помощника Хайковского областного военного комиссара по правовой работе майора юстиции Юрия Коваля, заместителя Хайковского областного военного комиссара, начальника отдела по мобилизационной работе и полковника ответить на те вопросы. И прежде рассказать, а потом ответить на те вопросы, которые интересуют всех нас. С кого? Наверное, с вас. Ну да, наверное, с меня начнем. Как вы все знаете, с 20 января, согласно указу президента, идет мобилизация. В настоящее время у нас идет шестая черва. Она идет в непростых условиях, будем так говорить. Антитеррористическая операция идет уже больше года. Естественно, мобилизационный ресурс, который есть и поставляется, он, естественно, исчерпывается. В настоящее время у нас идет шестая волна. Идет она в непростых условиях. Во-первых, это летние условия, летние отпуска людей. Люди, естественно, многие отдыхают, многие выезжают за границу. Кто-то выезжает с детьми и все остальное. И что я хочу сказать именно за Харьковскую область. В Харьковскую область положена достаточно большая задача по вопросу выполнения нагрузки. И немаловажное значение Харьковская область граничит с двумя областями, которые находятся антитеррористической операцией. Это Луганская и Донецкая области. Плюс у нас находится более 300 километров границы с Российской Федерацией. Потому что накладывает определенный отпечаток на нашу работу, естественно. И что сказать за сам город Харьков? Город Харьков сам, естественно, индустриальный город, в котором очень огромное количество военно-промышленного комплекса. И мы с вами видим, вы все ездите, будем говорить, по Харьковской области. Два направления, идущие в зону АТО. Это направление города Купенска, трасса, и направление города Изюма. Естественно, с этих двух основных ведущих дорог идет техника, которая получила боевые подрывы на ремонт. Она идет в открытом состоянии, зачехленной. Это, естественно, может будоражить людей. Это, естественно, вызывает те опасения за это, наверное, что-то жизнь. Я нахожусь в вашей студии впервые и вижу экспонаты, которые применяются по нашим людям, по нашим военнослужащим, с применением тяжелого вооружения, которое не применялось более, наверное, с применением Великой Отечественной войны. То, что, раз говоря с участниками Афганистана, там применялись, будем так говорить, авиация и, в основном, стрелковое вооружение. Здесь применяется тяжелое вооружение, которое применяется за более 40-60 километров. Поэтому очень сложно и тяжело тем людям, которые находятся там, выполнять боевые задачи. Что касается вопроса мобилизации, ну, на сегодняшний день мы, будем так говорить, ее выполняем. В некоторых вопросах мы не хуже других. Поэтому все эти моменты, которые есть, она будет деться до 19 августа. У нас еще есть более трех недель для окончания этой войны. Владимир Новиков, о специфике, наверное, юридической стороне этой новой мобилизации. Почему так острые люди реагируют? Как и во все, так сказать, волны мобилизации, люди следят за этим процессом, и не без помощи средств массовой информации, и в большей степени не без помощи средств массовой информации в негативном плане. Но зачастую, в принципе, те моменты, которые отражаются в средствах массовой информации, они зачастую не согласованы с теми нормативно-правовыми актами, которые есть. Как юрист, не касаясь всех остальных моментов, потому что обменять, либо надавать правовую оценку действиям либо военкомата, либо работников милиции, я не имею права, я не буду этого делать. Для этого есть соответствующие органы. Но я хочу сказать так, естественно, что система военного учета, которая была создана в Советском Союзе, которая досталась в наследство во всех военкоматах за время до начала антитеррической операции, она, так сказать, была в большей степени приведена в ненадлежащее состояние. Сейчас этот момент усиленно возобновляется, ставится на воинский учет. Но хочу напомнить, что согласно действующее законодательство, именно на граждан, так сказать, поклады на обовязок украинского нового, то оповещение о своем статусе, о своем социальных изменениях в своей жизни. То есть, либо о рождении детей, либо о каких-то изменениях, кардинальном изменении в состоянии своего здоровья, о прохождении медицинских комиссий, как военнообязанных, о смене места жительства и многие-многие вопросы. К сожалению, этот момент касался людей, так сказать, обращаясь в военные комиссариаты, только когда становился вопрос о принятии на работу, и то не на всех предприятиях. Поэтому сейчас у всех, естественно, удивляет вопрос, когда приходят повестки, либо просто люди приглашаются, хотя надо отдать должное, что законодательство, которое действует на сегодняшний момент, и, к сожалению, за полтора года проведения антиллерийской операции, будем говорить, за полтора года проведения боевых действий, именно в том поле, что механизм проведения призыва по мобилизации сильно не изменился, то есть четко не прописан механизм. Поэтому люди многие возмущаются, почему их приглашают в военные комиссариаты, задерживают работники милиции, доставляют в военные комиссариаты, и возмущаются тем, что они по состоянию здоровья не должны идти, но реальных данных в военном комиссариате нет. Это вызывает у людей панику, вызывает страх, естественно, начинаются звонки домой, привезите документы, естественно, начинается разбирательство с военно-врачебной комиссией, то есть человек уверен, что он списанный по состоянию здоровья, и негодно для срочной службы он не может служить, идти по мобилизации. Это не так. Есть раскладки хвороб, 402-й наказ министра обороны, в котором есть и право решать вопрос о состоянии здоровья и предатности, непредатности службы принадлежит врачам, военно-врачебной комиссии. Вот эти все моменты, либо человек имеет по 23-й статье закона мобилизации ряд, так сказать, отсрочек, которые дают право ему не быть призванным. То есть и оно постоянно это добавляется. Совсем недавно были аспиранты, докторанты, сейчас уже не будем призывать тех лиц, которые учителя в средних школах, которые работают больше, чем на 075 Старке. То есть этот все время список пополняется. Эти все данные, естественно, в военкоматах их люди не предоставляли, поэтому и возникает много таких, так сказать, разбежностей. Опять же повторюсь, что с каждым случаем, так сказать, призыва и несогласия с призывом человека нужно разбираться отдельно. В каждом конкретном случае. И еще раз повторюсь, если каждый гражданин Украины, мы считаем, что мы живем в правовом государстве, каждый гражданин Украины, который не согласен с действиями, то ли иного лица, частного, либо юридического лица, он имеет право обжаловать его решения. То есть все граждане, которые заявляют о том, что к ним были какие-то применены методы незаконные, они могут обратиться в органы внутренних дел, военнослуживая правопорядка, военная прокуратура, которые наделены полномочиями проводить соответствующие проверки и разбирательства в военной сфере. Поэтому здесь мы уже перешли к тем, я перешел к тем комментариям, которые средствах массовой информации, нужно будет соответствующее реагирование. Но не будем скрывать, что есть заявления людей, они сейчас проходят соответствующую проверку в военной службе правопорядка. По результатам этой проверки, если дела дойдут до внесения в единый реестр, до суда, уже судом в конце концов будет установлено, есть ли в действиях милиции, работника военкомата для каких-то соответствующих преступлений, либо нарушений законодательства. На данный момент еще раз хочу повториться, что согласно закону милиции, это статья 10, пункт 22, согласно закону про висковые обоязки в висковую службу, написано, что на органы внутренних справок покладается обоязок, счета, розшуку, затримания и доставки лиц, которые ухиляются в висковую службу. Еще хочу нагласить этот счет. За последнюю мобилизацию, мы берем с января месяца этого года, военкоматами области подано больше 12 тысяч заявлений в органы внутренних справок по лицам, которые, так сказать, уклоняются от прохождения призыва по мобилизации, даже не призыва по мобилизации, а просто явки в военкомат. Потому что из этого числа львиная доля лиц не будет призвана либо по состоянию здоровья, либо по другим каким-то факторам, которые у нас есть. Поэтому по городу Харькова это больше 7 тысяч заявлений, поэтому лица, которые задерживают милицию, данные в милицию передаются регулярно. У нас есть соответствующие распоряжения в районах военкомата, передачи. Есть соответствующие документы, которые передаются уже непосредственно на внесение данных в единый реестр досудебных расследований и возбуждение уголовных дел. На данный момент, я буквально сегодня смотрел единый державный реестр досудебных решений по Харьковской области, с начала этого года больше 120 уголовных дел уже рассмотрено в судах и вынесены приговоры судов. Именно по 366 статье уклонен вид мобилизации. Поэтому вот эти все факторы, естественно, негативно влияют на проведение мобилизации, но и плюс, что надо скрывать, идут боевые действия. Естественно, боясь страха – это нормальное человеческое состояние. Все боятся, нет таких, кто не боится. – Да, есть вопросы. – Дмитрий Шмаченко, Слава Сколькое. Буквально вчера монтёры анонсировали реформирование системы военных комиссариатов. Вот скажите, какие-то были договорённости достигнуты в этом вопросе? И как Вы видите это реформирование? Могу только сказать такой момент, что военные комиссариаты, они относятся к системе, ну вообще к системе Министерства обороны, структурное подразделение Министерства обороны. Ни военный комиссар, ни, так сказать, должностные лица военного комиссариата не имеют права какие-то реформирования проводить военкоматы. В каком плане? Увеличивать штат, уменьшать, вводить новое подразделение. Наоборот, какие-то подразделения выводить из штата – это не наше привилегие. Скажу такое одно, ну все видят и знают, что на сегодняшний день штаты военных комиссариатов увеличены в несколько раз, даже в несколько десятков раз по сравнению с тем, что было. Для того, чтобы обеспечить проведение и призыва на срочную службу, и призыва на висковую службу. Конечно, те все пропозиции, которые мы подаём на высшестоящее руководство, они будут там разглядаться, учитываться. Если есть какие-то предложения со стороны волонтёрских и других организаций, мы можем их, так сказать, обсудить, узаганить и подать наверх. Какие-то консультации вы проводите? Ну, лично я ни с кем ещё пока на эту тему сильно не общался, если честно. Лично я. За командование военкомата, комиссар, возможно, но у меня информации такой нет. У меня вопрос присутствует по ЦК АЗУ. Сколько поставил план на 6-й волну мобилизации по Харькову конкретно? И ещё второй вопрос. Была не раза публикована информация, будто при Янковиче был уничтожен электронный реестр призывников. Какие работы сейчас конкретно в Харькове ведутся для создания этого реестра? Ведутся ли вообще и что планируется? Ну, насколько я знаю, что система в военкоматах, учёт вообще военнообязанных и призывников, он как вёлся, так и ведётся. Есть личные дела и есть карточки на сержантско-солдатский склад, которые в районных военкоматах. Они как были, так они и остались. Никто их не уничтожал. Я по призывникам отвечу. Значит, была электронная база, и таких, что вы говорите, её уничтожили. Она есть, её даже никаких изменений она не претерпела. Всё в электронном виде есть, есть для этого картотека. Кроме электронной базы, есть, естественно, картотека. Алфавитные книги, которые хранятся более 70 лет. 75 лет. То есть, получается, есть чёткий учёт электронный, есть учёт электронный и... То есть, фактически, Степан Полтарак дезинформировал людей, говоря о том, что при министре обороны Применковича этот электронный реестр был уничтожен. Ну, сказать, что Степан Полтарак надаёт ложную информацию, мы не можем. Я думаю, просто вы не разобрались в вопросе. Электронная база, это которая создаётся, в принципе, в военкомате, либо на сборном пункте для учёта. Например, есть призыв, электронная база призывники вносятся. На следующий год лица, которые уже стали призывниками и ушли с разряда приписников, она постоянно возобновляется. Естественно, если сейчас до 27 лет добавили призывной возраст, именно мы о ремосрочниках. Если до 27 лет добавили, естественно, в эту категорию включили массу людей, которые 25-27 лет за два года, это тысячи человек по всей Харьковской области. То есть, эта база, она постоянно работает и постоянно обновляется. В ручном режиме это просто нереально сделать. В ручном режиме, но, опять же, повторимся, что есть все учётные документы, они, так сказать, на бумаге. И, повторюсь ещё раз, для офицерского состава это личные дела, которые хранятся военком комиссариата. Для сержантского, солдатского состава это учётные карточки. Ну и плюс книги протоколов, заседания медицинских комиссий. Это всё учётные документы, которые хранятся более 75 лет. Поэтому это всё осталось. И по плану мобилизации для Харькова? По плану мобилизации... По плану мобилизации, знаете, это вопрос закрытый. Ну, я вам могу сказать, если назвать цифру, тогда соответствующая сторона может определить наше, допустим, соотношение и посчитать, какие силы и средства им необходимы для того, чтобы выровнять линию обороны. Поэтому наша задача около трёх, более трёх тысяч. И у меня ещё конкретный вопрос. Имеют ли военкоматы право призывать людей с нехарьковской припиской, ну, мобилизировать в Харькове? Потому что буквально позавчера был случай с Александром Кривошиенко, который является студентом. И он прописан в Житомирской области. И на Алексеевке, его, имея на руках только студенческие билеты с документов, отправили сразу на сборный пункт проходить медкомиссию. Сказали, мы тебя тут же припишем, вот в Харькове. И его фактически журналисты вчера выпаскивали. Ну, что касается студентов, если студент-очник, мы, естественно, её не призываем. Это уже вопрос, будем говорить. Мы его отстраняем. Этот вопрос, то, что я дал вам ответ, что мы его не призываем. Если человек в другой области, мне задавали журналисты вопрос. Вчера был действительно доставлен человек в Запорожье, в Запорожской области, с которым разбирались, посмотрели по базе. Действительно, человек находится в Запорожской области, поэтому с ним переговорили. Он военно обязанный, но не с нашей области. И был отпущен, поэтому инцидент был исчерпан. Так, как сказал юрист, майор Новиков, то, что более 12 тысяч находится в розыске, и в том числе 6 тысяч в Харькове. Поэтому возникает некоторый момент. И, чтобы вы понимали, сами военно обязанные не делают изменения своих демографических данных. Поэтому возникают вот эти все колеса. У нас есть люди, патриоты, которые сами приходят. Идут до сих пор, изъявляют желания. И есть люди, я даже удивлялся, что очень такого серьезного возраста. Есть различные люди, разные мотивации, поэтому это есть. Но то, что будет до 19-го, посмотрим после 19-го. Вы рассказали про людей? Да, очень много людей, я говорю, разного статуса, разного возраста, добровольного порядка. Это все, пожалуйста. А сколько их, какая доля добровольцев в этих трех тысячах? Несколько, около. Я точно не сказал, около трех тысяч. И около доли. Это же остания были, да? Я не могу сказать, это остания были. Пока решения президента нет. О проведении еще дальнейших, уже неоднократно, так сказать, по центральным телеканалам высказывалось мнение, будет ли еще мобилизация. Пока никаких, то есть указа президента, соответственно, закона Украины об утверждении указа, пока еще не было. Поэтому, ну, еще ждет осенний призыв, он был, согласно указу, были обозначены сроки и весеннего, и осеннего призыва. Поэтому, после окончания мобилизации, нас ждет подготовка и проведение осеннего призыва. На срочную службу. На срочную службу. Ну, чтобы вы понимали, вот шестая волна, чтобы вы понимали. Заменить их нужно? Да, вот шестая черга, это фактически мы меняем тех людей, которые выполняют боевую задачу под третий черг, которые честно, добросовестно служили в основном. Вот эта шестая волна, она пойдет на замену третьей. А сколько планируется? Я не могу сказать эту цифру, потому что сопредельная сторона сразу вычислить, какая нас мы потребляем. Какой процесс выполнения планы сейчас? Ну, согласно указу президента, сейчас здесь будет проводиться и начнется проводиться демобилизация лиц, которые призваны по третьей волне мобилизации. То есть, какая была численность тех лиц, которые призывались по третьей, те, в принципе, все подлежат демобилизации, но какой процент останется для прохождения дальнейшей службы, кто изъявит желание, я скажу, что есть много людей, которые изъявляют желание, подписывают контракты на дальнейшее прохождение воинской службы. Сейчас были внесены ряд изменений в положение проходения воинской службы, в частности, по присвоению воинских званий, досрочное присвоение воинских званий в особый период. Поэтому еще одна из мотиваций в том, чтобы остаться дальше, проходить воинскую службу. Процент выполнения? Процент выполнения более 30%. Более 30%? Да. У меня еще один вопрос. Есть ли план по Харьковской области, мобилизация по специальности радиоэлектронной борьбы? Значит, вы имеете в виду офицеров или рядового солдатского? Не знаю вообще в принципе. Отвечая на ваш вопрос, естественно, любая специальность нужда. То есть, в том числе, радиоэлектронная борьба. Это очень узкая специальность, которая применяется для поглощения разных частот противника. Или наших, или их. Поэтому, если вы задали такой... Это высокотехнологичные, будем так говорить, военно-учетные специальности. Есть эти, будем так говорить, военно-учетные специальности. Я не могу сказать, какое количество. Просто не нужно. Потому что с этого сопредельная сторона может вычислить, сколько у нас батальона в РЭП радиоэлектронной борьбы. Поэтому, да, действительно есть. Начиная от офицеров, их готовили очень мало. В советское время это была очень узкая специализация. Поэтому есть и на солдат, и на сержантов, и на офицеров. Просто, вот есть у меня факт, когда человек пришел в Дзержинский районный комиссариан по специальности радиоэлектронной борьбы, ему сказали, что у нас вообще плана по этой специальности нет, и пока помогли. Пусть еще раз придет. Это было 3 дня назад. Это офицер или... Получается, что Ленин заканчивал военную карту, как это будет хирург? Пусть еще раз придет. Как сказал юрист. А мы, например, тоже терепатизмом? Да. Что касается медицинских работников, мы на шестую черву не комплектуем на данный момент. До этого мы комплектовали медициной и комплектовали успешно. И что касается очень таких узких специализаций, у нас были проблемы, но мы слабо комплектовали эти вопросы. Это полевые подвижные госпиталя, которые имеют... Мобильный госпиталь. Мобильный госпиталь, которые сейчас получили огромнейший опыт в полевых условиях. Ну и плюс, кто уволится, статусы участников. Встречают женщины. Очень много женщин. Вам на него встречали? Я вам должен сказать, что очень такой, знаете, вопрос актуальный, имея определенный опыт. Вот. Раньше военно-медицинская подготовка, я не скажу, что в ней не определялась достаточно времени и внимания. Она проводилась, была согласна боевой подготовке, это один из разделов. Но показы боевых действий, это один из основных предметов, которые изучают все. И стараются это понять от рядового до таких званий, как я и вышел. Потому что от этого зависит жизнь, от этого зависит твое будущее, в каком состоянии. Сможешь ты сам для себя оказать помощь. Я вам должен сказать, что очень многому за вот этот год по военно-медицинской подготовке каждый для себя научился. Я лично не видел раньше перевязывающих паркетов, восстанавливающих быстро кровь. И это были производства Германии. Мы столкнулись с такими вещами, что многим спасло эта жизнь. Поэтому очень с большим вниманием, если вы видите, на всех есть жут перевязочный. Или он носит себя, или на прикладе автомака, это обязательно. Все равно, что без фуражки идет военный. Поэтому это всегда основа. Тем более, если выполняется боевая задача, это обязательно всегда. Пока вот эти вещи, я считаю, очень продвинутся вперед. И высокая технология. Еще вопрос. Принимают ли военные комиссии, ассоциал, в этом участие в реабилитации, в уже этим мобилизировании бойцов? Если принимают, то какое участие? Хороший вопрос. Значит, конечно, принимают. Это люди, которые исполнили свои служебные обязанности. И мы все понимаем, что это война, которая приносит определенные психологические расстройства на человека. Люди по-разному могут переносить все эти тяготы и лишения. Плюс, некоторые люди, которые получили увечья. Поэтому, конечно, с пониманием и, будем так говорить, есть целый социальный пакет для этих людей. Ну, естественно, военкомат ставит это для людей. Если он инвалидность получит, и они увечья, конечно, на собранном счете. Сейчас я добавлю немного. Сейчас все знают, да, что статус участника боевых действий уже переданы в распоряжение. Ну, выдача с соответствующим приказом Духсотом министра обороны проводится комиссия областного военкомата. И по участникам тех событий, которые были в советское время, и уже по участникам антитеррической операции. Дальше следующий шаг будет, были изменения в закон, про статусы ветеранов войны, тем, кто добровольцы, волонтеры, которые принимали участие. Дальше будет соответствующее распоряжение и механизмы, разработанное кабинетом министром. Если это будет, опять же, на военные комиссариаты, то и этой категории лиц мы будем выдавать участников боевых действий. Плюс документы на ветшкодувание средней заработной платы лицам, которые призывались в предприятии, также проходят соответствующее оформление и поводжение с районными военными комиссариатами, те работодатели, у кого работали военнообязанные, призванные на воинскую службу. Вот в этом плане проводится постоянная работа, ну и плюс все остальные заходы, которые проводятся с участием военных комиссариатов. Может быть, какую-то там психологическую помощь такого? У нас есть в штате военкоматов, есть соцработники в штатах военкоматов и у нас в областном военкомате. Плюс есть социологи, так сказать, юристы введены в штате. Ну, в рамках своих полномочий и, так сказать, умения оказывается какая-то помощь тем лицам, которые обращаются. Опять же, мы, наше действие очерчено теми нормативно-правовыми документами, которые действуют в государстве и, в частности, в Министерстве обороны. Контактируете ли вы по Харькову с каким-то добровольческим информированием, имеете 15-й запасной батальонка автосехта? Может быть, у вас планы какие-то есть? Командование областного военкомата контактируется всеми и силовыми структурами, и добровольческими объединениями, и различными организациями. То есть мы работаем со всеми, в принципе, контакты поддерживаем со всеми. И определенные планы, какие планы, те, которые разрабатываются, либо какие-то акции, которые проводятся, либо принимаем участие областной военкомат. Но это все, так сказать, по договоренности и в рамках тех законодательных документов, которые есть. Поэтому надо понимать, что мы военная организация, и не все, что позволено гражданам Украины, позволено нам, в частности. Спасибо. Новости от лета. Касательно процентов выполнения плана 30% по области, но какое соглашение город-область? Это около 30% цифры, да? Ну, вы считаете, область чуть-чуть больше, а город чуть-чуть меньше. Но насколько сейчас прослеживается этот раздрик? Ну, не на много, не на много. А касательно вручения повесток и мобилизации депутатов, Горсовета было вручено 11, если не ошибаюсь, на сессии Горсовета? Вручено на сессии Горсовета было трое, троим человеком. Потом еще проводились 11 депутатам, я озвучил. Потом еще проходили заходы с доведения, кого, так сказать, 22 депутатам, кого нашли, кого не имеют. Сейчас проходят несколько человек, проходят медицинские комиссии, около 6 человек, они уже сняты с воинского учета по раннейшему действующему законодательству. А некоторые депутаты устанавливаются в место их жительства, и, так сказать, проводятся те мероприятия по вручению и оповещению, так сказать, про выклых до вискового комиссариата, про необходимость их заявиться и, так сказать, прийти на воинскую службу. То есть, тех депутатов, которые оповещали, пока еще никого не призвали. А в общей сложности сколько это было повесток депутатам вручено? Ну, до заседания Горсовета троим было вручено. А кроме сессии у них служительства еще кому-то вручить? Ну, еще там человека 3-4, которые были оповещены, которые заявились в военкомат. В принципе, те лица, которые были оповещены из депутатов военно-комиссариата, они все пребывали в военно-комиссариата. А депутатам облсовета какая там ситуация? Честно сказать, по депутатам облсовета я лично не занимался этим вопросом. И судей прокуроры тоже есть? Судей прокуроры, прокурорские работники, те, которые, вы знаете такое понятие, как бронь, забронированные, эти лица не подлежат мобилизации. Судей прокурорские работники, есть перечень прокурорских работников, которые не могут быть призваны, потому что они забронированы. Есть прокурорские работники, которые призваны. Все знают, в Октябрьском военкомате прокурорский работник проходит службу. И по судям тоже самое ситуации. Недавно вышли новые списки посадок профессий. Межвидомщие комиссии, которые ДСК, носят ДСК для служебного пользования. Там около, если не ошибаюсь, где-то около 40 списков посадок профессий. Туда и включены работники судов. Судьи, головы судов. То есть там очень большой процент лиц, которые будут забронированы, не пойдут проходить службу. Но могут быть призваны только по их желаниям. Я добавлю к вашему вопросу. Значит, ДСК, кабинета министров номер 45, она в лютом месяце подписана. Поэтому там есть перечень, перейдет тех посадок, которые бронируются. Ну, к вашему вопросу я могу сказать, что два судьи успешно проходят службу, призванную в 6-й год. Что касательно практики оповещения людей на улицах, какая сейчас ситуация проходит? Еще раз хочу сказать, оповещение может проводиться где угодно. И согласно закону про затверждение указа президента о честничестве мобилизации, пункт 8, четко ясно написано, что проведение оповещения и своеобучастное прибутя покладается на органы державной влады, местное самовыряда, кореюнки установок, предпринимательства организаций. Фактически запрета проводить оповещение лиц на улице либо в других романских местах нет. Мы все должны придерживаться тех норм, закона, которые запрещают, например, проникновение в жилье, либо, так сказать, проникновение на те объекты, которые, например, для обмежен туда вход. Это различные предприятия, где работают механизмы, естественно, неработники военкомата, неработники других, либо это представители местного самовырядувания, то есть, так сказать, этой ветки власти, они, естественно, туда не имеют права заходить в любом случае. Но в других местах ничем это не запрещено. Второй момент, эффективно ли это? Просто ходить и на улице всех подряд дергать. Но, опять же, полномочия работника военкомата, они отличаются от полномочия работника милиции, который, согласно закону о милиции, имеет право требовать документы, так сказать, которые удостоверяют личность, либо пресекать какие-то нарушения. Работники военкомата, к сожалению, этого не могут сделать. Поэтому и ведется работа, в основном ведется работа об обвещении на предприятиях, предприятиях, установок, учреждения, организации. Мы проводили заходы по вручению в метро, но, так сказать, ничего противозаконного. И, в принципе, до этого времени ни органами досудебного расследования, ни военной службы правопорядка, ни военной прокуратурой нет каких-то решений о привлечении должностных лиц к ответственности. Я уже в начале выступления сказал, что если граждане Украины считают какие-то действия неправомерными, то они всегда могут эти действия отскаживать в суде. У нас единственный способ отскаживать действия, так сказать, спор, это в суде. Поэтому будем придерживаться рамок закона. Простите, если повторюсь, какие в первую очередь призываются сейчас специальности? Ну это... Давайте я отвечу на наш вопрос. Значит, это многовекторный вопрос. Призываются все специальности, которые нужны. Это, естественно, призываются люди, которые будут служить в сухопутных войсках, которые делятся на артиллеристов, танкистов, и все, и все, и все. Призываются, естественно, все... Если мы будем... Идет антитеррористическая операция, чтобы понимать, задействованы все виды вооруженных сил. Сухопутчики, пограничники, те специальности, которые есть в любом воде войска, они, естественно, нужны. Поэтому призываются все. Но в определенном количестве. Понимаете? Вот мы сейчас... То, что я сказал перед этим. Шестая волна мы заменим третьим. То есть то количество людей, тех специальностей, которые было, мы должны поставить на то место, где люди были брать. И вопрос прохождения медкомиссии. Правильно ли понимаешь, что сейчас все анализы остаются в одном месте? То есть было все конца? Значит, это очень такой хороший вопрос. Да, действительно, на Катлова-205 было развернуто две лаборатории с лабораторными исследованиями, которые непосредственно вагонообязанно издают анализы там. Поэтому медицинская комиссия, согласно 402-го приказа, работает там. Если нет дополнительных для человека обстежек, то есть нужно выезжать в какой-то кардиологический центр, институт, это да. Если все, человек в норме своего здоровья, позволяет, согласно 402-го, он, естественно, проходит здесь. Все лабораторные условия есть. То есть как есть медкомиссия в районах, в медкомате? Есть вот это знак? Да, да. То есть, что они проходят там, потом отправляют в районах? Ну, есть различные условия, понимаете как. Проходят и в районах, естественно. Если какие-то возникают вопросы, у нас возникал вопрос флюорографии, потому что, ну, возникала проблема военных комиссариатов, что это нужно возить город. Допустим, я беру за город Харьков. Вот в районах сельской местности более проще, а город Харьков, он сложный, это миллионник. Поэтому было принято решение, допустим, чтобы быстрее эти все вопросы решать. Было распоряжение ОТА. Значит, флюорографическая передвижная установка стоит там, все на месте делается. Эффективно и быстро. Вопрос у вами в комиссиях. В начале шестой волны мобилизации Юрий Корпушкин анонсировал такую себе ревизию пивопилетчиков, то, что люди, которые ранее были признаны негодными, будут проходить перекомиссию. Вот это проходит ли сейчас? И сколько, если есть какие-то данные, людей, белобилетчиков, признанными будут все-таки? Я вас понял. Значит, смотрите, еще до антитеррористической операции, когда было все нормально, человек, который по состоянию здоровья получал белый билет, так его называют так, жизненный белый билет, то есть имел какие-то ограничения по состоянию здоровья. Он имел право через пять лет прийти в военкомат и написать заявление. Я хочу сделать перекомиссию. Состояние здоровья, как показала практика, но их улучшилось. То есть ребенок мог развиваться там 18 лет, какие-то были отклонения, шумы сердца и все остальное. Потом стал достаточно взрослым человеком, по 30, сердце нормальное. Он перекомиссовывался, и ему ставили в ракушу, что он не ограничил. В настоящее время, естественно, люди, которые имеют белый билет, они проходят в медицинскую комиссию в зависимости от того, допустим, плоскостопия. Есть плоскостопия первая, вторая, третья степень. Раньше вооруженные силы, допустим, плоскостопиям не брали, если там первая степень. Со второй можно во время мобилизации туда постепить. Здесь определенные нормы, опускаем. В особый период. Сколько человек сейчас прошли эту рекомиссию? Вы имеете по количеству составов? Да, есть. Особого учета, будем так говорить, именно конкретно. Нам сейчас точно сказать не нужно. Какой статистике вы вообще? Нет, если нужно, мы поднимем этот вопрос. Спасибо. Есть вопросы еще? Просто он не актуален, этот вопрос. Ну, согласно. Четыре статуса. Тогда я задам, он немного неудобный, но вопрос о том, что председатель Оголгосадминистрации Игорь Райнин запретил вообще как-либо контактировать, я так понимаю, с мужчинами призывного возраста на улице. То есть, как-то вы на этот запрет реагируете и, ну, я смотрю, что вы его не выполняете. То есть, запрет ли это для вас? Ну, давайте, наверное, я отвечу, да? Смотрите, запрет контактировать, в принципе, на улице, как таковой, если область администрация заявила, как таковая, в принципе, контактировать в каком плане? Вручать повестки, я уже говорил, что это не запрещается законом. Действовать более, так сказать, в рамках закона, в рамках, придерживаясь закона, это, в принципе, и на этом мы тоже самое строим свою работу, чтобы все проходило в рамках закона. Ну, опять же, тех акций, которые, например, по вручению там в метро, сейчас, на данный момент, мы не проводим. По вручению в метро, там вот такие вот уже акции. Ну, а так, работа по оповещению, в основном, ну, уже сказали, в основном проводится на предприятиях, потому что это более эффективный способ, чем просто-напросто ловить человека, ну, грубо говоря, закидывать в сети на улице. Скажите, пожалуйста, вот очень многие считают, что если схватили на улице, не разобравшись, привезли на распределительные пункты, а потом сразу в арту. Ну, давайте я сейчас... Да, потому что, ну, это... Я вас, хороший вопрос. Вот сразу наоборот. Значит, если такой факт совершился, для этого... Это человека привозят не для того, чтобы там его сразу куда-то забрать. Во-первых, начиняются его демографические данные. Это раз. Человек по своей дисциплинированности мог не внести свои данные. Допустим, было двое детей, трое детей появилось. Это один из вопросов. Пробивает состояние его здоровья. То есть, человек, допустим, вы говорите, проходит медицинскую комитет. И он является военнообязанным. Что касается АТО, значит, с четвертой волны было принято решение начальника генерального штаба. Все те, кто военнообязаны, которые были призваны, начиная с четвертой волны, они проходят учебный процесс в научных центрах. До этого, это было действительно, когда началась мобилизация, что призывали людей, они ходили в боевые части, которые подразделения, и выходили на выполнение боевых задач. В настоящее время уже, будем так говорить, армия воюет более года, получила огромнейший опыт и опыт ведения инженерных сооружений. То, что мне лично приходилось смотреть, то, что было тогда и сейчас, сейчас это разные вещи. Армия научилась выживать в сложнейших условиях, находясь под интенсивнейшим обстрелом тяжелого вооружения. И, как вы видите, это говорит о том, что о выживаемости, обученность личного состава, естественно, поднялась. То есть инженерная подготовка, тактическая подготовка, специальная подготовка, медицинская подготовка. Поэтому все эти вопросы, которые вникали в начале, они были проанализированы генеральным штабом, и было принято решение, что тех, которых мы призываем, они попадают в учебные центры. Более месяца они проходят обучение по тем специальностям, которых я назвал. Более узкие специальности проходят до 45 дней. Это что касается рядового состава. Что касается офицеров, которых мы призываем. Любой офицер, который призывается по мобилизации, он направляется на курсы высшие учебные заведения, которые у нас есть. Они у нас есть в Одессе, в Киеве, во Львове, в Житомире. Поэтому офицер, который забыл, уже будем так говорить, свою специальность, или, будем так говорить, не совсем четко владеет своими обязанностями, он в течение месяца проходит обучение. То есть получает навыки с теми условиями, которые существуют сейчас. Плюс учитывается опыт ведения войны. Они преподают не просто теорию, а преподают так, как оно есть. После этого, что касается и офицеров, и рядового состава, они возвращаются, согласно приказам, возвращаются в воинской части по своему предназначению. И после этого, еще они в части проходят боевые слажены. И после этого часть, будем так говорить, подразделения участвуют в тех или иных мероприятиях. Но я хочу сказать следующее, что не всех, которых мы призвали, будут участвовать в ВАТУ. Есть части обеспечения, есть части, как молодой человек назвал, РЭП, который будет находиться дальше второй линии обороны и так далее. Есть авиация, поэтому это не значит, что все будут участвовать в ВАТУ. Но, чтобы мы четко понимали, весь цикл учебного процесса разработан. Вначале человека нужно научить, а после этого он попадает в воинскую часть. Какой-то психологический отбор проходит будет? Да. Есть, отсеивается? Потому что вот моральный долг людей, которых схватили на улице, сейчас поднимается вопрос о том, что вот ему дали автомат, он будет тому же обученному, более мотивированному человеку стрелять в спину. Вот такие вопросы тоже обсуждаются. Давайте мы начнем последовательно. Человека призвали, я же назвал те факторы, которые были в начале. Людей на зло призывали, они попадали в подразделение. Конечно, это был психологический человек, был ко многим вещам не готов, даже не умел обращаться с тем вооружением, которое мы получили. В течение месяца любой командир подразделения видит, какой человек, какие его способности. Если человек имеет какие-то, вон так же, отклонения, значит, это люди будут, есть материальное забеспечение, они будут входить в состав боевых частей. Поэтому отбираются нормальные люди для выполнения сложных боевых задач. Потому что человек должен быть морально готов, вот те экспонаты, которые у вас стоят там. Это, естественно, человек должен понимать, что это будет прилетать где-то за 40 километров с огромной разрушительностью. Это нужно иметь огромную силу воли, перенести то, что самое тяжелое, переждать это момент. Еще касательно демобилизации, правильные понимаемые соотношения тех, которых отправят в зону АТО и вернутся, но приблизительно одинаково? Ну, во-первых, вы неправильно называете вопрос, ставите, зону АТО. Есть люди, которые будут выполнять свои служебные обовески в течение третьей волны, и они не находились в зоне АТО. Но их нужно просто по сроку службы они выслужили в установленном сроке. А у призовут и тех, которые не возникли? Да, естественно. Тех, которых призвали, уволят, а тех, которые будут... Если кто-то вьется на контракт, они дальше проходят службу, отписывают контракт и проходят дальше воинскую службу. И таких немало. Очень много. И плюс формируется много новых подразделений воинских частей, которые тоже туда люди приходят на должности и, так сказать, либо начинают воинскую службу, либо продолжают, либо кому-то сколько лет осталось дослужить до пенсии. То есть каждый человек уже выбирает себе, так сказать, дальше уже дальнейший выбор идет. После демобилизации, если он подлежит демобилизации, дальше уже каждый человек решает сам свои, так сказать, как ему поступить. Ну, я добавлю к вашему вопросу. Значит, Готович сказал, что многие, которые были рядовыми, имея высшее образование, они будут командиром из воду. Это даже наше будущее, которое имеет боевую опыт. Соответственные изменения были внесены в положение проходяной службы о том, что лица, которые сержантского и солдатского состава имеют высшее образование при соответствующей переподготовке, который процесс этот и механизм будет разработан в Минобороны, они будут получать звание младших лейтенантов, то есть офицерский состав. Это определенный карьерный рост. Я скажу, что такие лица есть и они дальше хотят продолжать службу. Плюс те лица, которые закончили военную кафедру, получили младшего лейтенанта запаса, дальше хотят проходить воинскую службу. И они приходят и проходят воинскую службу. Такое тоже большое количество людей. Сколько я понимаю, волна поддится демобилизация до сентября, правильно? Нет, до августа. Мобилизация до августа, а демобилизация начнется там в сентябре, по-моему, октябрь планы идут. Основная масса будет увольняться. А сейчас есть какой-то процент, сколько из 3-4 из тех, которые можно демобилизовать до оборудования? Сколько останется? Сколько уже вернулись на оборудование? Сотрудничество? Лично у меня нет таких данных. Сколько процентов? Чтобы вы понимали, допустим, шестую мы призываю, они еще должны месяц, то, что я сказал, перед этим, пройти полеподготовку. Мы же не можем все оставить. Да, еще такой момент, много задают вопросов по поводу первой демобилизации там вложились в годовой срок, то есть год был срок службы. Фактически срок прохождения воинской службы, он не определен в законе. Были изменения соответствующие, почему был первый указ президента, год прослужили, уволились, потому что в статье 119 кодекса закона о труде именно на год сохранялось за военнообязанное рабочее место и выплата средней зарплаты. Поэтому к этому термину приближались и все остальные демобилизации и прочие процессы. Сейчас были соответствующие изменения, срок сохранения рабочего места и выплаты средней зарплаты фактически законом предусмотрены до фактического увольнения с воинской службы. То есть уже лица, которые прослужили год или больше, тем им уже не стоит бояться за сохранение рабочего места. Это кодекса закона о труде 119 статья то есть закон Украины, который действует на все предприятия независимо от формы собственности. Есть еще вопросы о подчинении? Если нет, то спасибо большое, что пришли ответили и мы хотим с вас взять так сказать слово, когда вы придете снова к нам и расскажете может по результатам 6-й волны сможете получить прикипоциклы. как командование решит, так и придем. Спасибо.